ну да не у костра конечно ну как костра просто по паркам нельзя это чтобы костра пообедать надо куда-нибудь далеко залезть чтобы неделя не поймали обедаем здесь подручными материалами супчик разводной просто какая-то там субстанция много разводим на двоих чтобы полностью потому что отсутствие воды можно заменить иллюзии смысле отсутствие большого количества самого материала до супного можно заменить водой для иллюзии того что супа много и это концепция того что можно принципе питаться водой но делать и что на самом деле там все есть вообще походы я начал ходить очень рано первый раз меня мама с папой взяли поход на истру когда мне было три года я помню что все время хотел писать папа выпустите меня на берег подписать только что вот там писал вот эту сцену я хорошо помню а потом уже 5 лет мы ходили по керженцу 4 года по зуше 5 лет по керженцу 6 лет после яги но пешие походы а также вводные но по порогам я начал ходить сильно позже папа с мамой пороги не любили ну максимум какие-нибудь такие душечные шеверки корейские мы ходили вот а я вырос узнал что страшные реки с порогами 4 5 даже 6 категории и боязно но постепенно в этот движок влился где-то в 1928 годах когда же появилась группа хулиганских фильмов ой хулиганских отчетов которые называют дневник саватеева и до сих пор бывает что кто-нибудь пишет здравствуйте скажите а вот этот хулиган который вот эти вот вещи писал он ваш родственник или нет и мне правило приходит признаться что это я есть тот хулиган а в пешие походы меня научил ходить тонис да 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 великий тонис который сейчас ммб но бессменный руководителем мб он мой одноклассник и друг с 13 лет и когда-то мы ходили на равных это сейчас мне за ним не угнаться но когда-то мы ходили вполне на равных и изматривали друг другу сильно потому что когда два человека примерно одинаковых походных кондиций идут вместе когда одного организм требует ну немножко поменьше замедлиться и передохнуть ритмы такие они видны всегда синусоидальные когда у одного на спад у другого бывает но вряд ли как хочется что всегда у них одинаковые ритмы и поэтому возникает ситуация когда первому хочется бежать второму отдыхать и наоборот но понятно что как бы чтобы не ударить грязь лицом человек не не может отставать поэтому то в один за другим бежит то другой за первым совершенно изматывая друг друга бегали ходили полубегом на лыжах ходили большие расстояния как-то мы прошли 70 километров даже там по-моему 75 было это было морозки березки морозки калистого тогда не от пару ходили а березы потом все завалил ураган и вот мы прошли и вдруг узнали что есть такая группа группа дмитриева которая ходит до 100 километров за день а мы думали что мы одни на свете такие отморозки и вот 97 году мы попали в компанию подобных себе и почувствовали там себя в своей тарелке тех пор ходим сотню там я стараюсь ходить сотню каждый год зачем мне это нужно то что иначе я гнию если я неделю не ходил в изнуряющий поход на весь день длинный длиннющий изнуряющий поход на весь день 60-70 кг пешком ну или примерно только на лыжах ну скажем так 50 пешком или 60-70 на лыжах то я просто я чувствую как все мои мышцы вот они деревенеют и голова не работает совсем и главное упадок вот упадок настроения меня спрашивают почему я всегда такой жизнерадостный потому что я все время движение если я прекращаю быть движение сразу проходит это жизнерадостности все я унылая сосиска которая никому не нужна и конечно чтобы лекции читать мне нужно постоянно ходить походы регулярнейшим образом и очень длинные вообще не я один такой практически все математики худые ходят походы почему ну наверное по тем же причинам просто голова не варит иначе то есть нужно моторика какая-то вот остального всего тела она передается и в башку но человек лучше соображает и потом если ты не сходил поход ты вместо того чтобы математикой заниматься уныло сидишь соц сетях вообще математическая культура она не разумно связана с походной все математики уходят походы буквально все но понимаю что в строгом смысле это утверждение неверное но исключение очень мало если ты занимаешься математикой как ты себя заставляешь просто сидеть и думать над одной и той же задачей ну как это можно сделать нужно как бы разгонять мышцы вот разгоняешь мышцы ты дико устал я рассказываю про себя но видимо это и для остальных тоже верно для многих дико устал следующий день уже тебе никуда не хочется тебя ноги болят руки болят ну и ты и ничего тебе не остается как работать головой но это берешь и решаешь свою задачу решаешь над соцсети уже не интересно после похода отвлекаться где поход и где соцсети гб соцсети это очень такой низкие энергии такие плохие темные и когда ты вот пошел поход это высокая вот это вот божественная до природа и потом приходишь вот в эти низкие энергии темные лезть совершенно не охота а вот математика она тоже высокая и поэтому в нее хочется поэтому все математики походники часто говорят что это эзотерика какая-то низкие энергии высокие поэтому я хочу пояснить что я всегда имею ввиду под этим что вот когда ты идешь поход когда у тебя вокруг природа солнце сияет психики поет у тебя поет душа вот что-то там скажут про какую-нибудь эзотерику а я скажу что поет душа поэтому я и говорю что это что-то высокая такое настоящая также поет душа когда ты занимаешься математикой вот и что-то выписываешь там эти уравнения из них там следы какие-то красивые картинки в геометрии или даже просто алгебраические прозрения а душа поет вот настоящая математика а когда ты лезешь соцсети и там комментируешь каким-то придурком или сам становишься таким же придурком душа не поет а ну как бы ей какать хочется ну плохо душа она вроде сам хочешь бросить это все а ну как ты же не можешь ответить не ответить а ты должен быть последним ответившим но в принципе соцсетей дам о таком затем последние слова туда прав получается что друг друга орут там дереву перекрикивают через эти соцсети но я называю низкой энергии никакой эзотерики просто душа поет или наоборот ей больно идем купаться на каждом пруду в москве написано купаться запрещено зимой тоже здесь купаюсь зимой холоднее а мало суши все получается попробуем теперь этот самый ведь это у них есть листы для меня скажут что не честно чуть-чуть подтолкнулся до внизу на самом деле просто не мешает он низкий а для моего роста сорняков все мало почти нет так так и все поделать вот это классный прибор вот занимаюсь отжимаясь приседают нам потягиваясь иногда иначе башка не варит математическая культура это способность довольно быстро понять ну вопрос задачи да прочесть понять ее ну и если ты даже не можете и решить сам условия было понятно решение уровня школы ну ты быстро его схватываешь но я не знаю просто это наработка математические знания в большом количестве достаточном для того чтобы быстро сориентироваться в ситуации ты взял статью ты начал читать и ты примерно понимаешь о чем она какие методы здесь используются даже если не можешь данный момент понять все детально а где водоем искать вот туда четко по широкой отличные ставки да у нас ребята где водоемы вот математическая культура ну и давай давай объясню вот чем отличается математически культурный человек от математически не культурного тем что математически культурный человек знает какие-то азы ну всех наук да не только той который занимается он реально может смекнуть что-то на уровне там хотя бы 8 9 10 класса в области которую он только на мехмате проходил там где и с тех пор с ней не общался а не культурный математический человек он может даже быть доктором наук без проблем он может доктором наук но при этом он дает ему задачу в корену по другой теме он будет но это не моя тема да ему дает какую-то задачу простейшей геометрии он говорит что он занимается функциональным анализом задачи по простейшей геометрии решить не умеет но даже математически без культурный человек бывает конечно безумно сложные задачи по диаметре такие что и нобелевские лауреаты ой абелевские лауреаты может не сразу решат но человек он как бы не не сдается сразу да у него мозг не настроен на то что вот это не моя область и до свидания а у него мозг начинает живо думать на задачи по морской даче ты я торможу пожалуйста это нормально не смог решить на долго думал там что-то придумал не заметил того что совсем просто лежал на поверх это совместимо с математической культурой а сразу послал не хочу не моя область несовместима я просто показываю сам эту математику демонстрирую людям и я рыбак ловящий математические души иисус христос ловил души людей до таких которые с ним пошли вы до христианства а я математическом смысле я смотрю вот человек зажегся ему эта задача понравилась он наш он подписывается на канал он слушает другие задачи интересные в этом смысле вот я и выуживаю людей которым это нужно а нужно ли это всем или с 3 процентом или 80 я просто не знаю и я не уверен что мне как бы вообще нужно это знать зачем